В первую очередь, Правительственный национальный комитет развития отмечает стабилизацию экономики. Совместная с Международным валютным фондом программа «Стендбай» дает положительный эффект. Особенно выраженные результаты дала промышленная добыча угля и нефти. Этот факт стал предпосылкой для развития транспортной отрасли страны. Кроме того, положительные показатели наблюдаются и в пищевом секторе. Производство мясной, зерновой, мучной, молочной продукции возросло на 30%. Благоприятные сдвиги есть и в малом производстве. Но для того, чтобы закрепить и развить эти успехи, необходимо сделать еще очень много. Нужны новейшие инновационные технологии, упорядочение поддержки малого и среднего предпринимательства, обновление системы формирования бюджета и его соответствие с проводимой политикой. Надо сказать о факторах, которые будут влиять на инфляцию в 2011 году. Это выдача наличных денег гражданам из Фонда развития человека. Для профилактики роста инфляции необходимо воздержаться от расширения бюджета, сократить его расходы. Также нужно оказать поддержку перерабатывающей отрасли, влияющей на укрепление Тугрико. Согласно стратегии развития на следующий год, политика страны будет направлена на обеспечение социальной поддержки граждан. Процент ВВП на душу населения достигнет 2100 долларов. Уровень безработицы не должен превышать 2,9%. Показатель инфляции не будет превышать однозначные цифры, а уровень бедности не выше 31%. Еще одна новость. По мнению аналитиков, в следующем году страна сможет полностью обеспечить поставки и оборот иностранной валюты. Поэтому цены на импортные товары должны расти, а значит и рост инфляции не предвидится. В 2011 году начнется интенсивный рост экономики. Во всяком случае, так считают в Комитете развития. Процент роста экономики достигнет 8,2%. Основной скачок ожидается в промышленности. К 2013 году, ввиду развития горнодобывающей промышленности, баланс внешней торговли начнет давать прибыль. К тому времени уровень экономики достигнет уже 20%, считают разработчики. Саланго от Гонбат для Аист Монголия. Продолжение следует...